МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухра Алиева. Здравствуйте. Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Очередное отравление в Хасавюрте. В местную больницу доставлено еще 8 человек с острой кишечной инфекцией. В Махачкале уничтожили санкционную рыбу из Норвегии, завезенную в страну вопреки продовольственному эмбарго. Что хочу, то ворочу. В Махачкале и Дербенте выявлены более тысячи самовольных пристроек и перепланированных квартирах. О том, какие меры предприняты в отношении нарушителей, смотрите через несколько минут. В больницу Хасавюрта с отравлением поступило еще 8 человек. По предварительным данным, причиной вспышки острой кишечной инфекции стала грязная вода. Напомним, подобная ситуация в городе зафиксирована была еще с прошлого месяца. Число отравившихся превысило 100 человек. В связи с этим в республику прибыла руководитель Роспотребнадзора России Анна Попова. Она осмотрела насосную станцию Сулак и резервуары воды поселка Юбилейный. Позже уже в Махачкале главный санитарный врач приняла участие в совещании с участием руководства республики. Сотрудники Роспотребнадзора выявили партию запрещенной продукции вблизи одного из продовольственных рынков Махачкалы. Более 300 килограмм замороженной сельди из Норвегии находились в автомобиле марки «Жигули» из багажного отделения, которого и велась торговля запрещенной продукцией. Сейчас рыба изъята и сожжена в утилизационной печи. В отношении гражданина, продававшего санкционную продукцию, составлен протокол об административном правонарушении. Напомним, Норвегия входит в список стран, в отношении которых в России действует продовольственная эмбарго. В Махачкале выявлены более тысячи самобольных пристроек и перепланировок в квартирах. По большинству из них уже вынесены судебные решения о сносе и приведении помещения в первозданный вид. По словам экспертов, количество таких нарушений может увеличиться еще в разы. «Мы планируем эту работу продолжить. То количество, которое сегодня нами выявлено и по которым уже ведутся соответствующие производства, этого на сегодняшний день недостаточно. Мы видим, как город, можно сказать, все наши многоквартирные дома покрылись этими самобольными постройками, так называемыми балконами. Люди таким путем решили как-то, возможно, где-то это какая-то вынужденная мера, была улучшить свои жилищные условия. Но это, в свою очередь, несет угрозу как целостности самого дома, так и безопасности граждан, которые в нем проживают». Также тревогу у специалистов вызывают переустроенные помещения многоквартирных домов, где самовольно установлены газовые отопительные котлы. Массовый переход на индивидуальные источники тепловой энергии наблюдался в начале 2000-х годов, когда в городе имелись значительные проблемы с обеспечением качественного центрального теплоснабжения. «Был определенный трудный период в городе Махачкава, когда имелись проблемы с центральным теплоснабжением. Сегодня такой проблемы в целом нет. Какие-то адресные и локальные проблемы, они снимаются незамедлительно. Поэтому, если даже кто-то в тот период установил это оборудование, ну, я имею в виду газовые отопительные котлы, конечно, стоит в добровольном порядке привести это все в проектное решение, то есть демонтировать самовольно устроенный, самовольно оборудованный котел и вернуть центральный теплоснабжение помещения». Мэрия Махачкалы отмечает, что проводимые мероприятия направлены на улучшение состояния и внешнего облика многоквартирных домов, в том числе и для обеспечения безопасности проживания граждан, так как такие самовольные переделки приводят к нарушению целостности конструкции здания. Тем временем в Дербенте начали работу по сносу самовольных построек. Первым под санкции администрации судебных приставов попали строительные объекты по улице Оскара 20 и генерала Сеидова. Напомним, что еще в ноябре мэр города Хизри Абакаров предупреждал хозяев незаконных объектов и дал им срок до 1 апреля для самостоятельного демонтажа своих сооружений. «Было предоставлено время для самовольного демонтажа сноса, но в связи с тем, что данные, значит, собственники данных незаконных построек не осуществили снос, в связи с этим осуществляется администрация с управлением службы судебных приставов. Просьба к жителям нашего города осуществлять строительство только в соответствии с разрешением на строительство и проектно-сметное разрешение документации». В центральной аджимом мечети Махачкалы состоялось духовно-просветительское мероприятие, посвященное Великому Таинству Ночи Вознесения Пророка Мухаммада. В мероприятии принял участие Муфси Дагестана шейх Ахмад Афанди. Более подробно расскажет Абдул Алиев. Отметить важное событие в истории мусульман в соборную мечеть города Махачкалы пришли тысячи людей. Мероприятие началось с чиня аятов Священного Корана в исполнении Хафиза из Йемена, Ибрагима Ахмада Азубаджи. Перед присутствующими выступили известные ученые-богословы. В своих проповедях они рассказали о величайшем событии в истории человечества, чудесном переселении Пророка Мухаммада из Мекки в Иерусалим и обратно за одну ночь и вознесение его к Всевышнему. В первую очередь хочу поделиться своей радостью тем, что вместе с нами здесь участвуют в этом благодатном барракадном мажлице муфтий шейх Ахмад Афанди. И имею честь передать вам от него искренние поздравления. Богослову призывали к любви и милосердию, служению на благо обществу, что является основной концепцией посланческой миссии Пророка Мухаммада и его сунной. Когда в ночь миа-раджа Аллах показал ему и ад, и рай, сердце посланника Аллаха не отвлеклось, даже на секунду не отвлеклось от Всевышнего Аллаха. Он не засмотрелся на блаженство рая, он не возмутился наказаниями ада. Но когда он оказался перед Всевышним Аллахом и почувствовал его салям, он думал о нас с вами, дорогие братья и сестры. И довел этот салям до каждого из нас и сказал ас-саляму алейна ва аля ибадиллахи салихин. Мир всем нам и особенно праведным рабам Всевышнего Аллаха. Между выступлениями ученых-богословов звучали нашиды, повествующие о жизнелюбимстве создателя и восхваляющий его. Богодатный вечер завершился коллективной мольбой ко Всевышнему. Абдулла Алиев, Магомед Магомедов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сейчас краткий обзор новостей в рубрике «Дайджест», затем продолжим, не переключайтесь. В Махачкале автовладелец устроил потасовку с сотрудниками ДПС. Водитель автомобиля был остановлен полицейскими за управление машиной с тренировкой. На требования инспектора ДПС предъявить документы нарушитель ответил отказом и попытался убежать. Далее последовали возмущения и крики. Вскоре на месте инцидента стали собираться молодые люди, которые и устроили потасовку с правоохранительными органами. Сам зачинщик инцидента скрылся с места. В настоящее время автомашина помещена на штрафстоянку. Личность ее автовладельца устанавливается. В мае россияне получат 9 выходных дней. С 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая. Об этом сообщили в Роструде. Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля. Таким образом, на неделе перед первомайскими выходными будет лишь два рабочих дня. А на неделе после – три. При этом в предпраздничные дни 30 апреля и 8 мая длительность рабочего дня сократится на час. Работодатели Дагестана смогут оплачивать санаторное лечение работникам предпенсионного возраста за счет средств Фонда социального страхования России. Так, с начала этого года работодатель или страхователь сможет направлять 30% от суммы страховых взносов за предыдущий год для санаторно-курортного лечения работников предпенсионного возраста, наступающего за 5 лет до достижения ими пенсионного возраста. Для этого необходимо обратиться в отделение фонда до 1 августа с заявлением и необходимыми документами. Также это можно сделать через сайт госуслуг. Накануне в Махачкале прошла акция «Зажги синим», посвященная Всемирному дню распространения информации об аутизме. Болезнь до сих пор не изучена и неизвестна причина ее возникновения. Целью мероприятия является привлечение общественного внимания к проблемам людей с аутизмом. Отметим, что акция в республике проводится уже пятый год. Как символ поддержки администрация города была подсвечена синим цветом, символизирующий аутизм во всем мире. Мы проводим эту акцию в разных местах города для того, чтобы люди видели, что мы есть, что мы будем в обществе. И синий цвет является символом этого дня. И о спорте. Олимпийский чемпион Амбулрашид Садулаев возглавит сборную России на чемпионате Европы по вольной борьбе в Румынии. Состав команды сегодня утром на сборах в Сочи объявил главный тренер Дзамбулат Тедеев. Помимо Садулаева из воспитанников дагестанских спортшкол на ковер в Бухаресте выйдут еще четверо вольников. Это Магомед Рассул Идрейсов, Ахмед Гаджи Магомедов, Магомед Курбанов и Магомед Рассул Гази Магомедов. Турнир стартует 8 апреля. Как сообщалось ранее, эти соревнования пропустят первые номера сборной. Завор Угуев, Ахмед Чакаев и Даурен Куруглиев. Все они летом выступят на Европейских играх в Минске. А общекомандная победа хозяев ковра в селении Агвали Сумадинского района завершился республиканский турнир по вольной борьбе среди юношей на призы двукратного чемпиона мира Магомед Рассула Гази Магомедова. В состязацию в 11 весовых категориях приехали также спортсмены из Кабардино-Балкарии и Ингушетии. Патимат Ханапова расскажет подробнее. Борьба в Сумадинском районе – культовый вид спорта. Местные борцы отличились яркими победами на самых крупных международных турнирах. Среди этой плеяды прославленных вольников и Магомед Рассул Гази Магомедов. В его чести проходит соревнование, которое собрало более 250 юношей Дагестана из соседних республик. Мы очень рады, мы очень благодарим всех гостей, которые пришли сюда, благодарим болельщиков. Я думаю, Сумадинский район, спортивный район, никогда на месте не будет стоять. Мы будем кузнецей, я думаю, последующей кузнецей всех чемпионов мира, Европы, мира, Олимпийской игры. Турнир юношеский. Однако организаторы провели и взрослые состязания весовой категории до 74 килограммов, в котором и выступает двукратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта Магомед Рассул Гази Магомедов. Поспорить за главный приз соревнований приехали вторые и третьи номера республиканской сборной. Пройдя сито отбора в финал вышли победители всероссийских турниров, призеры чемпионата СКФО Магомед Хизриев и Муслим Шамсудинов. В напряженном поединке победу празднует Муслим Шамсудинов. В споре юноши шесть медалей высшей пробы в активе хозяев ковра. Два золота у представителей Сергакалы. По одной золотой награде завоевали борцы Махачкалы, Ботлиха и Хунзаха. Призеров наградили медалями, грамотами, кубками и денежными премиями. Патимат Ханапова, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Цумадинский район, Новости 24. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова